Друзья, привет! Это новое видео на канале Диктатура Закона. Меня зовут Жасулан, это Кайрат. И по просьбе наших зрителей и подписчиков, сегодня мы рассмотрим обзор, связанный с исковой давностью. Да, друзья, нас всех интересуют вопросы, когда можно не выплачивать кредит, когда нужно требовать долги по расписке и как вообще сроки исковой давности влияют на наши общие договора. Отлично! Давайте разбираться. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok не причиненный ущерба срок для его возмещения, а иногда нам просто некогда заниматься судебными тяжбами и тратить на это свои время, нервы и деньги. Но, как правило, исковая давность – это тот период, в течение которого может быть удовлетворено ваше исковое требование в суде. И ни для кого не секрет, что общий срок исковой давности для нас составляет 3 года. А для некоторых требований могут устанавливаться другие, специальные сроки давности, которые могут быть сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком давности. Но мы остановимся сейчас на тех делах, которые связаны с займами и кредитами. Начнем с того, что если договором предусмотрены условия и обязательства исполнения в определенный срок, то течение срока исковой давности наступает с момента окончания этого срока. Независимо от того, истек срок исковой давности или нет, ваш иск будет принят в производство суда. Однако, на судебном заседании, если вторая сторона заявит о пропуске срока, а она, скорее всего, это сделает, то в иске будет отказано. Но не исключены случаи, когда законом предусмотрены ряд требований, по которым срок исковой давности не распространяется. И конкретно об этих случаях рассказываем в этом видео. Друзья, нередки случаи, когда получил заем в банке. По каким-то причинам не смог его выплатить, ушел на просрочку, а потом вовсе забыл про его существование. Неудивительно, но факт, срок исковой по таким обязательствам, согласно закону Республики Казахстана о банках и банковской деятельности, от 6 мая 2017 года, составляет 5 лет. Это регламентировано положением статьи 37 выше названного закона. Однако, ранее, до внесения изменений и дополнений в закон Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, данный закон предусматривал, что к заемщикам по неисполнению кредитных договоров срок исковой давности не распространялся. Однако, друзья, не стоит забывать, что у нас есть переходные положения, согласно которым статья 37 Закона Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, от 6 мая 2017 года, распространяются на договора банковского займа или договоры о предоставлении микрокредита, заключенные только с 1 октября 2017 года. И это означает, друзья, что 5-летний срок исковой давности распространяется только на договора банковского займа, которые получены после октября 2017 года. На старые договора банковского займа, к сожалению, данный закон не распространяется. В качестве примера хотел бы привести типичную ситуацию, с которой сталкивается каждый гражданин. Условно взят кредит сроком на 1 год до 31 декабря 2019 года. Срок исковой давности будет исчисляться с даты последнего платежа по графику погашения займа. И если банк в течение 5 лет не заявит исковые требования по взысканию задолженности с вас, то этот кредит можно не платить. На этом, друзья, мы вынуждены с вами прощаться. Подписывайтесь на этот канал, здесь еще будет очень много подобных видео. Это диктатура закона и мы разъясняем вам ваши права. Всем удачи, всем пока. Пока.